Здравствуйте! В эфире канала Подмосковья, программа «Область доверия» в студии Олеся Лосева. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совета Федерации предложил обсудить идею значительного повышения госпошлины при расторжении брака. Отмечу, что ранее некоторые сенаты разводчивали сумму в 30 тысяч рублей вместо сегодняшних 400. При этом есть предложение взимать пошлину сразу с обоих супругов, пожелавших расторгнуть брак. Однако, по мнению премьера, цитирую, «принимать подобный закон только по инициативе правительства нельзя, необходимо провести общественное обсуждение с экспертным сообществом и гражданами». На первый взгляд, смысл инициативы понятен сократить число разводов, но, оказывается, не все так просто. Попробуем разобраться в этом вопросе. Сегодня у нас в гостях писатель, общественный деятель Александр Усанин. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос. Вы женаты? Пока еще нет. Ну, вот скажите, как вообще можно рассудить эту инициативу, и какая будет реакция общества при обсуждении, на ваш взгляд? Я не знаю, как реакция. Общество явно это будет неоднозначной. Но хотелось бы все-таки напомнить, что подобную инициативу, своего рода социальный эксперимент, делала еще Маргарет Тэтчер. Причем там сумма при расторжении брака доходила до 40 тысяч футов стерлингов. Да вы что? То есть это примерно 100 тысяч долларов. Что сразу же привело к большому, можно сказать, количеству браков незарегистрированных. Ну, гражданские браки, да? Да, гражданские браки. То есть молодые не спешили регистрировать свои отношения. И благодаря вот как раз этому началось, можно сказать, асоциальное такое движение, неформальные браки, незарегистрированные гражданские браки. Это пошло оттуда. Потом этот эксперимент быстренько прикрыли, но, к сожалению... А сколько он присуществовал? Интересно просто. Я не знаю. Я вот сегодня пытался навести справки, но его как-то быстро закрыли. Дело в том, что количество разводов это не уменьшит. Это может сократить количество зарегистрированных браков. Потому что даже 30 тысяч, это может быть для Москвы небольшая сумма, но, поверьте, в глубинке, где... Но для регионов это вообще может быть событие жизни. Да, где 5-7 тысяч и 2 тысячи долларов отдать за расторжение. Это лишний повод молодым не спешить регистрировать свои отношения. Это с одной стороны. А как вы считаете, правильная вообще инициатива взимать пошлину сразу с собой у супругов? Не будем говорить сейчас пока о размере. Вот пошлина есть, Минфин предлагает вообще 4 тысячи сделать. Но с собой у супругов справедливы или нет? Говоря вот как раз о инициативе Маргарет Тэтчер, там была как раз инициатива, как женщина женщинам. Она помогла. Пошлина вот такая большая, разводная, выплачивалась только мужчиной. И именно вследствие этого мужчины... Подумайте, мужчины, да? Да, то есть говорили, ну куда спешить, давай поживем так. А все равно женщина страдает, понимаете? Женщина страдает. С другой стороны, это тоже явилось социальной такой другой проблемой, потому что те, которые уже зарегистрировали свои отношения, женщины стали там наглеть. То есть если что-то не так, женщина говорит, что развод, у тебя лишние 40 тысяч... 100 тысяч долларов! А куда деньги эти шли, вот, интересно? Давайте вернемся все-таки к России. То есть куда там шли, это не так важно. Другая на самом деле причина. Действительно, алиментный фонд пополнять нужно, но с моей точки зрения, например, если человек ранен, и он не может выполнять свои обязанности, то деньги с того, что он не может выполнять свои обязанности, с него брать или с того, кто его... А чьей вине, естественно. Нужно просто признать, что сейчас количество разводов увеличится, потому что институт семьи просто расстреливается всеми средствами массовой информации. Я вот хочу все-таки выступить в защиту инициативы Станислава Сергеевича Говорухина, Никиты Сергеевича Михалкова, которые просто утверждают, что нам необходимо ввести цензуру на телевидении, потому что детей, подростков развращают свободными сексуальными отношениями. Если вы хотите пополнять фонд государственный, давайте берите эту пошлину с тех передач, с тех телепроектов, которые внедряют моду на свободные сексуальные отношения. Том-2. Пусть платят огромные суммы, потому что они показывают моду на свободное сексуальное общение. Есть много телепроектов, много асоциальных фильмов, которые как раз и стимулируют разрушение института семьи. Пусть они платят, а не жертвы этой асоциальной пропаганды. Ну, смотрите, да, Владимир Путин весной озвучил идею, что неплохо было бы в России создать алиментный фонд, потому что очень много алименщиков, которые не платят деньги своим детям, и дети страдают, жены страдают, судебные приставы просто завалены работой. Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, моментом эту идею, значит, подхватила и говорит, да, неплохо было бы тут же сенаторы, стали выступать с инициативой, давайте мы будем брать по 30 тысяч рублей с каждого из супругов и пополнять таким образом этот алиментный фонд. Другой вопрос, просто куда могут пойти деньги? Действительно пойдут пострадавшим детям? Это вопрос больше контроля исполнительной системы, но опять-таки у меня встречное предложение. Если вы хотите создавать такой фонд, пополняйте его и поддержите за счет тех, кто разрушает институт семьи. Я поняла. Сейчас с нами на связи руководитель рабочей группы Патриаршей комиссии по семье Руслан Ткаченко. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. А вот по вашему мнению, к чему приведет увлечение госпошлины за развод до 30 тысяч? Ну, мне кажется, это не самое правильное. Меня слышно? Да-да-да, мы вас слышим. Мне кажется, не самое лучшее решение, верю в все, потому что это не решение самой главной проблемы. А разводов от этого не станет. Руслан, очень плохо вас слышно. Давайте попробуем еще раз с вами связаться. Руслан Ткаченко был с нами на связи. Надеюсь, что скоро связь удастся восстановить. Итак, Александр, вот такой вопрос. Руслан затронул тему, что расходов меньше не станет. Каких расходов? Разводов. Разводов меньше не станет от этого. Дело в том, что если люди хотят развестись, они разведутся по-любому. То есть я точно так же, как этот человек, опасаюсь, что разводов меньше не станет, будет меньше зарегистрированных браков. Нужно делать все, наоборот, чтобы стимулировать рождаемость, чтобы стимулировать создание новых семей. И для этого должна выстраиваться определенная социальная политика. И в первую очередь информационная, позитивная. Ну, отчасти я с вами в этом согласна. Руслан снова с нами на связи. Руслан, еще раз добрый вечер. Так вот, по вашему мнению, к чему приведет инициатива? Посмотрите, если бы во время свадьбы государство давало 30 тысяч на развитие семьи, а если вдруг случился развод, семья не удалась, 30 тысяч возвращая обратно, это было бы уместно, как-то понятно. Или при разводе с детьми 30 тысяч уходили домой родителей, который стал с детьми, как бы некий аванс алиментов. Это тоже спорная такая норма, но тоже было бы понятно. А здесь получается, что государство забирает фактически за почвину. Во-первых, это очень странный прецедент, когда почвенно за госуслуги стоит в несколько раз выше минимального размера оплаты труда. Я понимаю идею, которая заложена. Идея уменьшить количество разводов. Но, как я понимаю, сейчас пошел уже разговор о том, что причина разводов, она кроется немножко в других вещах, в других элементах. И эта норма никак не влияет именно на причины разводов. Вот это. Ну что ж, спасибо большое. С нами на связи был Руслан Ткаченко. И мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Область доверия» на канале «Подмосковье». Сегодня мы обсуждаем идею Дмитрия Медведева и Совета Федерации значительно повысить пошлину при расторжении брака. И у нас в гостях писатель, общественный деятель Александр Усанин. Александр, скажите, вот на ваш взгляд, что нужно учитывать при формировании этой пошлины? Ну, в первую очередь нужно учитывать достаток, уровень обеспеченности тех, кто разводится. Потому что буквально перед вашей передачей позвонил в Англию, чтобы узнать, как там сейчас обстоят. И сказали, это зависит от зарплаты тех, кто разводится. Некоторым удается вообще развестись бесплатно. Это как это? Ну-ка. Некоторые платят 500 футов стерлингов, некоторые 5 тысяч. Это зависит от уровня доходов супругов, от их накопленного имущества. И это должно быть гибкой системой. Вполне можно его пополнять за счёт каких-то богатых людей, которые разводятся, потому что, может быть, там новую пассию завели. Но если у человека, если, может быть, причина развода как раз материальная необеспеченность... Ну, кстати говоря, у нас современные молодые семьи очень часто и сталкиваются, так скажем, о быт, который заключается в простых вещах. Нет возможности купить квартиру, нет возможности купить машину, наберут кредитов, потом эти кредиты делят пополам. И где ещё взять деньги на разводы? Ну да, и всё, и брак распадается. Потом говорят, хорошее дело, браком не назовёшь. Всё, разошлись как море кораблей, и при этом ещё иди, бери дополнительный кредит на 30 тысяч, чтобы развестись один и другой. Ну, с одной стороны, действительно несправедливо. Минфин предлагает сумму в 4 тысячи рублей. На ваш взгляд, она оптимальна или нет? И опять всё-таки хочу вернуться к причинам. 80% разводов связаны с употреблением спиртных напитков или наркотических веществ хотя бы одним из супругов. Это опять-таки причина популяризации, пропаганды алкоголя. Давайте сделаем так, чтобы как в той же самой Норвегии, если мы уж говорим о развитых странах, там алкогольные и табачные изделия продают отдельно от продуктов питания. Они не должны продаваться в супермаркетах. Они не должны продаваться в магазинах. Они должны продаваться в отдельных магазинах, которые находятся за чертой города. Я уверен, что это будет способствовать как раз уменьшению количества разводов. Давайте устранять причины. Это как раз асоциальная реклама, популяризация свободных сексуальных связей. Если мы всё-таки себя считаем православными, всё-таки 80% россиян себя считают христианами, брак – это святое, точнее, семейный союз – это святое. А если, тем более, ещё состоялось венчание в церкви, то это вообще… Разумеется, но точно так же мы должны со святостью, со святым отношением относиться ко всем фильмам, ко всем передачам, которые выходят с экранов телевидения, потому что ряд передач, они просто глумятся над семейными ценностями. Давайте их запретим. Александр, давайте выслушаем мнение ещё одного эксперта. Сейчас с нами на связь выходит ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, главный редактор портала «Демография.ру» Игорь Белобородов. Игорь, здравствуйте. Да, Олеся, здравствуйте. Приветствую гостей и телезрителей. Игорь, как вы считаете, в чём всё-таки истинный смысл данной инициативы и кто от неё может выиграть? Знаете, я думаю, что в целом, ну, обычно не прибегая к высоким словам, но здесь они напрашиваются. Выигрывает, конечно, российский народ. Это самобытная русская цивилизация, как социальный феномен в целом. Тут надо рассматривать немножко в более широком контексте происходящее. Дело в том, что Россия, на связи с Белоруссией и Украиной, являются устойчивыми лидерами по этому показателю. Если раньше я видел... По разводам. Если я раньше видел свадьбу, у меня, так сказать, захватывало чувство радости, то сейчас я понимаю, что у них 70% вероятность статистически, чисто статистически у этих молодожёнов развестись. И если в целом взять, да, вот говорят, ну, какие возражения в целом звучат, дескать, малообеспеченные слои должны иметь доступ к правосудию. Совершенно верно. Вот правозащитники орут во всём горло, но кто из них побеспокоился о правах ребёнка? А ведь давайте не забывать, что, в общем, и криминальная статистика, и уровень жизни, и психическое развитие ребёнка, и его успеваемость в школе, и в дальнейшем его карьера напрямую зависит от понаты семьи. Дорогие друзья, это, ну, азы демографии, это азы психологии, в общем, социальной. Это вещи хорошо избитые. Американцы посчитали, вот мой приятель Патрик Фейган, это очень важная мысль, я хотел бы её закончить, Патрик Фейган, ну, посчитал. Семейный совет, семейный совет США, просчитал. Во что обходятся Соединённым Штатам неполные семьи? И оказалось, что это ещё и для экономики миллиардная потеря. В России это не меньше цифры, поверьте, сопоставимые. Ну, вот видите, не складывается ли у вас ощущение, что таким образом, вводя столь высокую пошлину за расторжение брака и направляете деньги, так сказать, в алиментный фонд, чего добиваются в Совете Федерации, мы таким образом хотим за счёт других решить проблему, собственно говоря, которую должно решить государство. И в частности, там, например, судебные приставы. Не надо ли сначала, в общем-то, может быть, наладить работу судебных приставов, чтобы взимать алименты, потому что как раз-таки и сенаторы, и Валентина Ивановна говорят, что мы заботимся о правах детей, которые ущемлены, которым родители при расторжении брака не платят ни копейки. Вот мы за счёт этих мер хотим этих детей поддержать. Знаете, Олеся, я полностью понимаю реакцию некой части медиа-сообщества и правозащитников, но, должен сказать, она эмоциональна. Здесь я больше согласен с сенаторами, в частности, с Валентиной Ивановной. Почему? Да потому что, если посмотреть, в результате разводов у нас и мужчины живут на 5-6 лет меньше. Это тоже статистика. Чаще болеют. Да и женщины от этого не выиграют. Это не выиграет никто. И сумма, которую предлагают наши законодатели, между прочим, это маленькая сумма, 30 тысяч, понимаете, не может святость семейных уз, как вот сказал собеседник, да, мой коллега, оцениваться по стоимости в коробку конфет, или там в поход в кино. Мы девальвируем таким образом семейный образ жизни. Да, брак это святое, действительно, это главное, в принципе. У нас в школе учат чему? Как состояться там в последствии в образовательном отношении, компьютерной грамотности иностранным языкам, считать, писать, кто учит в нашей школе, как стать успешным родителем, как найти супруга, как прожить в нем гармоничность. Это школа жизни. Я думаю, что меры такого рода, да, вот запретительного, например, ограничительного, и, кстати, не стоит недооценивать, это пошлина должна быть, и я предлагаю даже осмотреть повышение ее размера. А потом, давайте не будем в теневой экономике, да, когда у нас половина зарплат выдаются в конвертах, и когда люди имеют ненормативные доходы, давайте не будем прибегать к средним показателям, говорить о том, что, так сказать, сумма высока для средней зарплаты. А почему эти же правозащитники не обеспокоятся тем, что у нас минимальная заработная плата ниже прожилищного минимума? А почему они не беспокоятся о том, что у нас 30% детей проживают в неполных семьях, таким образом тоже страдает их уровень жизни и перспективы жизни? Почему у нас в целом, смотрите, пособие по уходу за ребенком, в принципе, нищенское, оно тоже никак не сопоставимо с прожиточным минимумом. О чем мы говорим, друзья? Давайте вот эту положительную меру все-таки рассмотрим так более широко, более глубоко, потому что дети смотрят на то, как ведут себя взрослые. Если мы начнем менять тренды негативные, то это уйдут десятилетия. Если мы сейчас не начнем, то к 2040-му, я вам говорю, самая популярная услуга в Москве и по всей России, это будут курсы китайского языка. Они уже постепенно набирают обороты. Тут вопрос стоит, в общем, выживание российского народа. Извините за этот пафос, но это действительно так. Игорь, огромное вам спасибо. Ваша позиция ясна. С нами на связи был ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, главный редактор портала «Демография.рум» Игорь Белобородов. Александр, ну вот мы затронули сейчас такую очень интересную тему относительно того, что действительно при разводе не выигрывает никто. и мужчины раньше уходят из жизни, потому что всё это нервы, всё это переживания, и женщины тоже, в общем-то, это достаточно тяжело переводят. Другое дело, что мы, женщины, более стрессоустойчивы, нам надо детей воспитывать и поднимать. Потому что действительно, вы как специалист, скажите, пожалуйста, действительно, мужчины тоже тяжело переживают развод и уходят раньше именно по этой причине, как вот одной из причин. Разумеется. На самом деле не на 7, а на 10 лет живут меньше разведённые мужчины. И на самом деле действительно гораздо более важно это дети. Я сейчас вспоминаю своё детство. Мне повезло, потому что я родился и вырос до перестройки. Никто из моих одноклассников не рос в неполной семье. Что такое развод, что такое, может быть, чужой отец или чужая другая мать, мы об этом не знали. А сейчас это норма жизни. Сейчас это норма жизни. Сейчас 30% детей в России рождаются вне брака. Действительно, 70% количество разводов. А вот посмотрите, с другой стороны, вот мне сейчас пришла мысль, если пошлина в размере 30 тысяч будет введена, или даже пусть там 20 тысяч рублей, для регионов, как мы уже с вами говорили, сумма действительно такая очень существенная и мало кого подъёмная. Ведь получается, что даже человек женился, потом решил развестись. И он думает, зачем я буду платить эту почту? Ну я вот пойду, с одной поживу в гражданском браке, с другой. Так получается, дети тоже рождаются? Не в полной относительно семьи, официально я имею в виду. Совершенно верно. Нам нужно работать над созданием моды на традиционные крепкие семьи. Для этого мы должны устранить из средств массовой информации все вот эти развращающие, в том числе, там, ток-шоу, которые просто бесстыдные, которые убирают стыд, застенчивость, целомудрие. Слушайте, ну не только же, наверное, средства массовой информации в этом виноваты, если вот брать такую вот эту проблему в глобальном масштабе. Ну, я согласна, что... Средства массовой информации отвечают за то, на чём сфокусировать внимание обывателей. Потому что хорошего-плохого происходит всегда, во все времена, и то, и другое. Но сейчас больше преподносит плохое. Кто с кем развёлся? Это интересно, да. Почему не говорят о тех, кто живёт вместе долго и счастливо? Почему не создают моду на здоровые семьи? Зачем обязательно обсуждать какие-то скандалы, конфликты? Нужно сосредотачивать внимание людей на позитиве, чтобы была в целом позитивная информационная социальная среда? Людей нужно объединять, сближать и давать им высокие ценности, высокие идеалы. Если мы сконцентрируем внимание людей на хороших примерах, плохих будет меньше. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Независимо от того, сделают госпошину при расторжении брака 30 тысяч рублей, 4 тысячи, ну или оставят прежние, сто раз подумайте, прежде чем жениться или выходить замуж. И тысячу раз подумайте, прежде чем разводиться. Семья – это самое дорогое, что у нас есть. Это была программа «Область доверия». У нас в гостях сегодня был писатель, общественный деятель Александр Усанин. Спасибо вам еще раз огромное. Всего хорошего. И любите друг друга. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok